Что будет с тобой, если ты попадешь в мир ведьмака? Все будет хреново. Вероятнее всего, вследствие телепортации, тебя закинет в чертовы болота. Да-да, именно в этом мире ты искренне научишься ненавидеть телепорты. Оказавшись на болотах, будет тебе грустненько. У кого бы спросить, что делать и куда податься? Ах вот да, чудная, милая, горбатая, подгнившая, дурно пахнущая женщина. Тьфу ты, черт возьми, водная баба. С ней поговорить как-то не очень выйдет. Да и вообще она не очень-то разговорчива, только грязью швыряется. Вот незадача, теперь ты тоже грязный и с неприятным душком. Но убежать, думаю, у тебя выйдет, а бежать тебе придется долго. Местный убер не очень-то бодро функционирует. Вот так на своих двоих ты и доберешься до ближайшей деревни. По пути, получив пару укусов задницы от диких собак и волков. Но ты силен духом, телом и умом, потому не унываешь. И вот, добравшись до деревушки, в голове возникает план. Телепорт занес тебя в эту вселенную. Значит, телепорт и отправит назад. Хотя, вероятность того, что телепортация пройдет гладко, не очень велика. Ведь ты и помнишь, что в этом мире телепорты нужно ненавидеть. Не отвлекайся. Так вот, ты в деревушке. Чудно-чудно. Всюду селяне, гуси. Ребятня бегает по лужам. Красотища! Может, не так тут и плохо? Но тут к тебе подходит местная шайка-пьяниц. Какого хрена надо тебе тут? Что-то смахиваешь ты на шпиона Нильфгардского. Беседа с водной бабой тебе после них покажется нежненьким БДСМ-флиртом. Избитый, грязный и грустный ты заваливаешься в сельскую корчму. Зря-зря-зря. Оттуда тебя тоже удаляют лицом по земле. И детишкам уже не до луж. Куда веселее швырять камни отходы пищеварения собак? В нежданного шпиона гостя жертву алкоголиков. Еще более грустный ты уходишь из деревни. Встретив на выходе местного отшельника, ворожея торговца. Не-не-не, не тот, который с козой еб***ся. Ну хоть с ним-то удается поговорить. Конечно, ты пытаешься у него узнать, где найти телепорт. Как убраться-то отсюда? И конечно, он тебе поможет. Но не за так. А что у тебя есть? Да ничего нет. Даже твой гребаный смартфон забрали пьяницы после того, как попинали тебя под гузно. Торгаш окажется не промах. Заберет у тебя все, кроме нижнего белья. За информацию, что топать тебе надо в большой город. Там колдуны, они и помогут. Тыкнет пальцу в сторону, вроде как Новиграда, улыбнется и пойдет, бормоча под нос, что-то вроде «развелось же идиотов». Дорога твоя будет не очень веселой. Вот на Большаке ты встретишь краснолюдских торговцев. Они будут рады встрече, а ты нет. Ведь не каждый день им доводится встретить идущего по дороге почти голого человека. Кто-то из них даже швырнет в тебя протухшей рыбой. Но ты уже не почувствуешь ее запаха. Помнишь деревянских пьяниц? Думаешь, они не разбили тебе нос? Как ты наивен для этого мира! Но ты не унываешь, ведь твердо и уверенно идешь к своей цели. Только вот не очень долго будешь ты идти. Вот начало солнышко садиться. Хрустнули веточки под чьими-то ногами. Ты обернулся и ничего не видишь в густых зарослях. Вдруг неожиданный свист. И черт возьми, стрела угодила тебе прямо в колено. Вот незадача. Ведь ты так уверенно шел тропой приключений, пока стрела не попала тебе в колено. Упс, стоп. Это строки из другой баллады. Извините. Стрела пронзает тебе плечо. Ты падаешь на землю и смотришь грустными глазенками в далекие пышненькие облака. Да, вспоминая свой сегодняшний день. Из леса доносится тем временем разговор. Ну и что с него взять-то? Он ведь и так почти голый. Ааа, все ясно теперь. Это разбойники и дезертиры. Решили, что у тебя есть что забрать. Хм, друг мой. Зря ты им попался. Ну тогда бей его и пошли дальше. Донеслось продолжение диалога, в котором твое мнение никого не волнует. Глазенки, смотрящие на пышные облачка, успевают заметить, как между ними на лицо приземляется острие топора. Соболезную — это конец твоего путешествия. Но вот же везение. Жизней-то в этих мирах у тебя очень много. Так что давай выберем. Появишься вновь ты в этом же мире с полученными знаниями и опытом. Или же попробуем в каком-нибудь другом. Вот смотри, подсказка с голосованием появилась. Давай, выбирай быстрее. Можешь еще и в комментариях написать, в какой вселенной хочешь снова появиться. И, конечно, лайк поставь, чтобы быстрее пришло время твоего воскрешения. Больше лайков — больше магии. До встречи, друг мой.